Сюда шла, я прекрасно знала, что не быть мне главой, но я просто хотела посмотреть на этих людей, которые идут и вроде как хотят что-то сделать, а ничего не делают. Но ничего не пришли? Вот какие-то площадки, допустим, у нас спортивные начали делать. Делали-делали, бросили, не доделали. Сделали тротуар. Какая комиссия принимала? Да это не тротуар, это американские горки. Вы рассказываете свою программу, вы рассказываете жизненную... Да, я жизненное хочу. Вы знаете, я столько лет прожила в поселке Горном, да? Много лет. Я как закончила институт, и меня сюда направили с Волгограда, и я все время жила. Я жила и при Батько, я жила при Полине, и при Скоробогатове, и прочих начальниках. Я вам говорю, толку-то, толку. Зина-сан, давайте по существу вопросу. Вот по существу я и почему пришла сюда. Потому что потом... У вас же, наверное, никого не выбирали сегодня. Я с удовольствием, я с удовольствием, к вашему мнению присоединился, господа. Кого вы выберете, это будет. Но мне бы хотелось, чтобы этот человек все-таки понимал, что мы, жители поселка Горного, вот именно состоим из тех, как я. Да. Понимаете? У меня проблемы такие же, как у любого моего соседа. Я не в городе Ачинске живу, а в поселке Горном. Меня волнует вода, меня волнует тепло, меня волнует, как наша молодежь растет, чтобы не было наркоманов. У нас же раньше не было никогда в жизни вопрос о наркотиках. А тут то один умер ребенок, то второй умер ребенок, то третий ребенок, то повесился, то еще. Меня это все волнует. И удивляешься, приходишь к чиновникам, вот много столько народу, и не решишь вопроса самого элементарного. Почему мы все живем ниже плинтуса, ниже плинтуса. У нас нет таких вот, как сказать, красивых картинок, как здесь нарисовано. И мы просто люди, чтобы прийти сюда, даже в район, получить какую-то помощь, мы не можем достучаться до вас. Почему я и пошла? Потому что люди, которые меня выбирали, они меня и просили. Я знала прекрасно, что я не буду главой. Потому что, чтобы быть главой, надо иметь совесть, человеческую совесть и отвечать за свои поступки. Я, например, ничем не обременена. У меня нет ни колхоза, ни совхоза. У меня нет никаких предприятий. Но я хочу сказать, у меня есть просто человеческое достоинство. Я россиянка. Моя мать и отец оба били фашистов. И родив нас шестерых, мы все с высшим образованием в то время получили. Все высшие образования получили. Моя мать дошла до Берлина с автоматом. А потом еще была с японцами на войне. И все время говорила. Знаете, дети, не убей, не укради, не злоупотребляй. Семь заповедей, которые четко говорят, а не так, как мы законы пишем, пишем. А коснись, то вот так закон повернется, то вот так повернется. Но не к людям. Я не говорю, что все у нас плохо. Наш совхоз, это самые лучшие люди были в районе. Вы знаете прекрасно, что это сильные люди. Немцы. Как мой муж, покойник, прожив 83 года, говорил. Мы, если надо же в оазис поселить, мы сделаем. Нет, в пустыню поселить Зина, мы оазис сделаем. А так оно и произошло. Почему у нас поселок Горный все время гремел? Потому что люди работали по 16 часов. А сейчас мы уже старые становимся. Ну, с отоплением проблема, с водой проблема. Все ветшает. Я понимаю. Я понимаю, вот господин Кобаков говорит, что значит, там задолженность, то и все. Я знаю, что трубы ржавеют. Я знаю, что насосы ломаются. Ну, значит, я не знаю, с кого это спрашивать, чтобы ремонт вовремя делалось. Чтобы мы медицину получали вовремя. Вот, жители мне прямо написали, попроси современную реанимационную автомобиль, который, чтобы ездил по району, по дальним селам и оказывал помощь. Чтобы в наших аптеках было доступное лекарство. Недорогие, не по 1700 и не по 1200, а подешевле. У нас этого нет. У нас нет в деревне Карловка, вот, ФАПа. У нас нужен ремонт в садике. Вот поэтому я и пошла. А вы думаете, я прям так горела желанием, чтобы вот поучаствовать в этом, как говорится, конкурсе. Вот такие вот мои пожелания. Я, конечно, буду благодарен за кого вы тут проголосуете. И так же, но... Не, я не хочу. Я после выпью, когда выберу лекарство. Ну, вот поэтому и говорю. Мне, например, очень импонируют люди. Вот Семен задает вопрос, когда будет объединение. Не скоро, господин, будет. Почему? Объясняю. Потому что у нас всегда видно у русских так. Сначала разрушим до основания, а потом начинаем снова строить. Прекрасный был совхоз. Прекрасный. Яйцо, наисвежайшее. Мы 4 миллиона каждый месяц наисвежайшего яйца получали. Не надо. Это коровы, сементалки были. Сементалки, которые давали по 24 литра в сутки. Они не нужны. Их убили. Такая ферма была. Уже масло сливочное, натуральное, без химикатов. Творожок без химикатов. Казалось бы, но только раздевай. Упаковочное какое-то предприятие построили, чтобы упаковывать это молочко свеженькое. Тут подоили. Где в больницу, где для своего населения. Ничего не надо. А чтобы теперь поднять это хозяйство, которое 70 лет сделали, этот совхоз. Вы сами понимаете, какое нужно. Это очень большое нужно, чтобы фермеры, все вот такие, как, допустим, аратунян и прочие-прочие. Это надо лет 70, не меньше. Да, у нас много сейчас полей заросших. Даже карманы убираются. Я имею ввиду, седа жалко. Ездили по грибы, такая трава стоит. Ну, уже засохшее все. Казалось бы, да что говорить. У нас было 240 поголовья только частного скота. 240. А сейчас 18. Зайдите в магазин. Кажется, все есть. Вот президент три дня назад, не вчера, конечно, а три дня назад говорит. Вот раньше не хватало продуктов. Раньше не хватало продуктов. Мол, сейчас продукты есть, наверное, денег не хватает у населения. Да не только денег не хватает у населения. В любой магазин сейчас зайдем, лежит, вроде, колбаса, мясо, а все с химикатами, все с красителями, с оселителями вкуса. Если раньше шоколадку купил, там было написано сливки, какао-бобы и еще какое-то три компонента. Сейчас возьмите любую шоколадку ребенку. Там 27 наименований. Там и сыворотка, там и порошок яичный, там и стружка пальмовая и черное. Мы это все знаем, я вас вынужден перебить. Все, все, все. У меня больше ничего нет. Нет, ну давайте как бы обобщим, да? Улучшить обслуживание, медицинское обслуживание. Да, я про эту машину уже говорила, что вот люди просили. Еще просили лесника, чтобы лесник не давал далеко от Деляны в лес за дровами ездить за 39 земель, а поближе давал. Вот. Ну и вот некоторые, конечно, это все частные вопросы, но я думаю, что глава будет избран, придется прийти уже и разговаривать над данным. Я просто о том, что какая у нас жизнь-то. Ну неужели вы об этом все не знаете? Знаете. А как изменить? Не знаю. Я, например, не знаю. Конечно, это все теория, теория туда. Ну, предыдущие кандидаты знают, как изменить. Ну, посмотрим. Может, к вам вопросы есть, коллеги? Подождите, Зина Александровна. Вопросы, Семен Валерьевич. Зина Александровна, как ваше мнение должен избираться глава? Всенародная или депутатная? Всенародная. Спасибо. Всенародная. Больше нет вопросов?